Пока Неаполь помпезно отмечал победу Наполи в чемпионате Италии, Хвича Кварацхелия тихо прослезился в раздевалке. За пять туров до конца чемпионата, оторвавшись от ближайшего соперника после гостевой ничьей с Удинезе, Наполи досрочно стал чемпионом Италии по футболу, завоевав Скудетто. Я не смотрю футбол, в принципе не увлекаюсь спортом, и я не понял ни слова из того, что сейчас произнес, но это явно что-то хорошее. Последний раз такой успех у клуба был 33 года назад, когда к победе его привел Диего Марадона. Хоть я и максимально далек от футбола, но периодически я упоминаю достижения Хвича Кварацхелия, ибо, с моей точки зрения, он точно заслуживает того, чтобы о нем говорили. Все-таки канал у меня преимущественно о Грузии, а Кварацхелия в наше время является важной частью Грузии. Так что давайте не будем забывать о том, что Хвича молодец. В недавнем интервью азербайджанскому каналу Дмитрий Гордон крайне критически высказался о руководстве Армении. Гордон заявил, что Армения находится под контролем Кремля, а также сказал, что проклинает руководство Армении, ровно как и руководство всех стран, которые посредством своих экономических связей с Россией, по сути, помогают Путину убивать украинцев. Армения находится под патронатом Кремля, России. Люди сопереживают, я уверен в этом, сопереживают Украине. Но правительство не может ничего сделать, потому что зависимо от Путина, от ОДКБ этого и так далее. Не более чем неделю в Нью-Йорк Таймс была статья, они опубликовали со ссылкой на некоторых официальных лиц США, налоговые и так далее. В общем, выводы там такие, что я почему говорю наш регион, опять же речь идет об Армении, там оказалась такая ситуация о том, что... 515% чипов? Да, 515% чипов из Соединенных Штатов и 212% чипов из ЕС. За год они нарастили, и европейцы, западные, они говорят, что 97% всего этого идет в Россию, это реэкспорт, они на этом зарабатывают и так далее. И тут опять же, понимаете как, звучит это чипы, но это чипы, если они для ВПК, а запад подозревает, что это для ВПК. Это для оружия, а это оружие в конечном итоге для того, чтобы, ну скажем так, оно потенциально убьет граждан Украины. Когда убивают людей в Украине и детей российскими ракетами, бомбами, дронами иранскими, я проклинаю не только Россию, я проклинаю всех, кто помогает им убивать украинцев. И Иран проклинаю, и руководство Армении, которое осуществляет этот реэкспорт, и руководство других стран, бывших советских республик, которые участвуют в этом. Все, что убивает украинцев, я все проклинаю. И, по идее, вполне себе оправданный упрек со стороны человека, находящегося в воюющей стране, на которую напали. У Армении, ровно как и у многих других, кстати, не только постсоветских стран, имеются тесные экономические связи с Россией, в том числе и у Грузии. Некоторые страны помогают России теми или иными способами обходить санкции. Подобные слухи ходили и касательно Грузии. В принципе, слухи ходят и сейчас, но каких-то прямых доказательств, что Грузия в данном вопросе помогает РФ, нет, и это всего лишь предположение. Такие же слухи ходят и касательно Армении. Выяснять, правдивы ли эти слухи или нет, я, конечно же, не собираюсь. Если они правдивы, я не буду удивлен. Ровно так же я не буду удивлен, если они окажутся преувеличенными. Да и в общем-то, многие европейские страны до сих пор не отказались от российского газа, который приносит явно не меньше денег в бюджет РФ, чем тот же реэкспорт из Армении. И именно эти деньги из бюджета Путин использует для убийства людей в Украине. Конечно, вся Европа планирует постепенно отказаться или хотя бы снизить поставки газа из России. Ну, не вся, почти вся. Но многие годы до этого никого не смущало становиться зависимыми от ресурсов, поставляемых путинским режимом. Ни в 2008, ни в 2014 ни у кого никаких переживаний по этому поводу не было. Когда экономически развитые страны не могут полностью разорвать финансовые отношения с Россией, или хотя бы отказаться от поставляемого из России газа, что в принципе можно требовать от Армении, которая не имеет сильной экономики и более того, очень зависима от РФ как политически, так и экономически. Да, это плохая ситуация, но Армения точно не в первых рядах тех стран, которые стоит обвинять в том, что они вскармливали агрессора. Экономические отношения это вообще очень интересная штука. Их зачастую стараются не разрывать даже в случае серьезных конфликтов. Например, Украина, несмотря на аннексию Крыма, имела достаточно тесные экономические связи с РФ вплоть до полномасштабного военного вторжения. Грузия, которая несколько раз становилась жертвой российской агрессии, и сейчас имеет сильную экономическую зависимость от РФ, которая в последние годы только увеличилась. И раз уж речь зашла об экономической зависимости от России, в недавнем интервью мэрт Берисик Ахакаладзе высказал свою позицию касательно того, что Грузия не ввела персональные санкции против РФ. Грузия не ввела персональные санкции против РФ. Это нормальная санкциями Адамияна, нормальная санкциями Ахакалгазда. Это не так, что Грузия не ввела. Это нормальная санкциями Ахакалдзе. Это нормальная санкциями Ахакалдзе. Это нормальная санкциями Ахакалдзе. Кому то, что в момент месяц, и это нормальная санкциями Ахакалдзе. Слова Каладзе позитивно оценила российская пропаганда, в том числе Маргарита Симоньян. Исключительно разумно ведет себя в этой ситуации Грузия. На удивление. Вот бы и Армения так же. Не совсем понятно, какое ей дело до того, как себя ведет Армения. Я бы понял, если бы нечто подобное говорил представитель армянского общества. Но когда это говорит представитель российского общества, который просто имеет фамилию с окончанием на Ян, у меня возникают вопросы. Очевидно же, что Симоньян никакого отношения к государству Армения не имеет. Видимо, у нее просто горит на почве того, что ей закрыли въезд в Армению. Кстати, правильно сделали. Я еще задолго до войны озвучивал мнение, что, например, в Грузию должен быть закрыт въезд всем медийным лицам, которые публично поддерживают путинский режим. Ибо это военные преступники, которые одобряют оккупацию и убийство. У Симоньян, кроме фамилии, ничего армянского по факту нет. Это обычный представитель русского мира. Ассоциировать ее с государством Армения так же глупо, как ассоциировать Тину Канделаки с государством Грузия. Манкурты они на то и манкурты, что не имеют отношения к своей исторической родине. Что же до заявлений Каладзе, то на ситуацию надо смотреть реалистично. А реальность такова, что нет никаких санкций, которые Грузия бы могла ввести против России, и тем самым хоть как-то повлиять на российскую экономику. Было бы здорово, если бы у Грузии имелась такая возможность. Было бы чудесно, если бы грузинская экономика была менее зависима от российской. И если бы у Грузии вообще не было прямой сухопутной границы с РФ. Это было бы замечательно, кто же спорит. Но, к сожалению, реальность такова, что Грузия это маленькая страна с достаточно слабой экономикой. То, что Грузия всегда достаточно сильно ориентировалась на российский рынок, когда речь шла о финансовых отношениях, это, конечно, плохо, ибо этот рынок нестабильный. И этот рынок зависит от одного диктатора. Захотел в один момент диктатор не пускать свой народ в Грузию. Взял и запретил прямые рейсы. Захочет в какой-то момент ввести еще какие-то экономические санкции в отношении Грузии, так же легко их и введет. Это плохой, опасный, нестабильный рынок. Но власть смотрит на это несколько иначе. Они это воспринимают таким образом, что рядом есть неадекватная, агрессивная страна, которая еще и, по сути, вражеская для Грузии, ибо оккупирует 20% грузинской территории. Но в то же время эта страна имеет огромный рынок, и с этой стороной есть прямая граница. Конечно же, самый простой способ экономического развития для Грузии это построение экономических отношений с Россией. Как я уже сказал, у этого способа имеется куча побочных эффектов, но он самый легкий. И это опять же возвращает нас к тому, о чем я говорил ранее. Очень часто происходит такая ситуация, что конфликты отдельно, экономика отдельно. Именно такой позиции придерживается грузинская мечта. Да и Саакашвили тоже так считал. Потому даже после войны 2008 года он все равно был заинтересован в привлечении в Грузию российских туристов и российского капитала. Я уже говорил раньше и скажу снова, что в сложившейся ситуации просто смешно требовать от Грузии введение персональных санкций против России. Но вот какие санкции везет Грузия? Перестанет продавать вино в РФ или какие-то фрукты? Это что, как-то ускорит победу Украины? Конечно же, нет. Грузия присоединилась к мировым санкциям против РФ. У нее, конечно, тут особого выбора и не было, но все же. Я вообще считаю, что очень лицемерно предъявлять претензии к Грузии по поводу того, что страна делает недостаточно в вопросе противодействия российской агрессии. У меня сразу же возникает вопрос. А кто-то ввел какие-то санкции в 2008 году, когда Россия вторглась в Цхинвали и Грузия стала жертвой российской агрессии? Обеспокоенность все выразили. Было дело. Некоторые главы государств даже приехали в Тбилиси, чтобы показать свою публичную поддержку Грузии. В том числе, кстати, президент Украины Виктор Ющенко. За это им благодарность. Тут спору нет. Но разве была какая-то серьезная реакция международного сообщества? Нет? Не было. И Украина, президент которой прилетел поддержать Грузию, тоже не вводила против России никаких санкций. Наоборот, тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко после этого проводила милые встречи с Путиным. И они смеялись над тем, что Саакашвили жевал галстук. Знаете ли вы, что сегодня в Киеве был президент Грузии Михаил Саакашвили? Он сегодня провел... Я слежу за всеми, кто передержит. Ну вот, он сегодня провел переговоры с своим коллегой украинским, президентом Ющенко. Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они. Может быть и так. Думаю, президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене, не ровен час. Ну, вы меня понимаете. Грузия, я точно без галстуков могу проводить ужины. Слопает в гости Ющенко еще галстук. А потом Ющенко вообще не избрали президентом и выбрали Януковича. А в 2014 году, после аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины, было какое-то серьезное международное осуждение России. Ввели какие-то импотентские санкции, но на деле продолжили активно развивать экономические связи с Россией. Путин был абсолютно рукопожатен на Западе. И чемпионат мира 2018 года проводили в РФ. До 2022 года какие-то серьезные санкции против России кто-то вводил? А ведь могли. Если бы в 2008 году западный мир отреагировал на агрессию против Грузии так же, как на агрессию против Украины в 2022 году, то той трагедии, которую устроил и каждый день продолжает устраивать Путин в Украине, можно было бы избежать. На Грузии он только разминался, проверял, как все отреагируют. Понял, что никак. Вот он и пошел дальше. Аннексировал Крым. Снова реакции толком не было, и он осознал, что можно и вовсе идти войной на Киев. Причем, если бы ВСУ не смогли вытеснить оккупантов в первый месяц войны, то, скорее всего, западные куколды это проглотили бы и пошли на условия, которые бы выдвигал Путин. Я убежден в том, что Грузия, исходя из своих скромных возможностей, делает максимум того, что может. Мы не берем момент с дипломатией. К дипломатии много вопросов. Но именно с точки зрения действий Грузия приняла много беженцев из Украины, и государство, и народ отправляли гуманитарную помощь. Грузия практически на всех резолюциях ООН поддерживает Украину. Да, на недавней резолюции они не проголосовали. По словам депутатов, они не знали о том, что голосование по данной теме намечается, и уехали. Как там было на самом деле, хрен его знает. Но это не отменяет того, что во всех резолюциях до этого момента Грузия поддерживала Украину. Граждане Украины могут без выезда жить на территории Грузии два года, а не один год, как остальные иностранцы. И, в конце концов, самый крупный иностранный добровольческий контингент – это грузинский легион. Из трехмиллионной страны больше всего добровольцев, поехавших защищать Украину. Причем воюют они там не с 2022 года, а с 2014. И не надо забывать, что Грузия – это страна, которая всегда находится в потенциальной опасности. 20% территории оккупировано Россией, еще и присутствует прямая сухопутная граница. А если российские войска войдут в Отпилиси, то, к сожалению, трехмиллионная Грузия вряд ли сможет отбиваться так же, как сорокамиллионная Украина. Да, нынешние власти боятся российской агрессии, и они стараются делать все, чтобы избежать какой-либо эскалации, потому что, если такое случится, никто не придет на помощь Грузии. В НАТО примите сначала, а потом давайте выдвигать четкие требования. Но в НАТО же Грузию не взяли, ведь в 2008 году Франция и Германия испугались, ибо решили, что Путину такое не понравится. Они боялись триггерить Путина, хотя для них он никакой физической опасности не представляет. Что при таком раскладе можно требовать от Грузии?